Комсомольская, 28. По этому адресу каждый день в обед собираются до 50-60 человек. У каждого из них своя история, но чаще всего в каждой из них есть связующее звено злоупотребления алкоголем. Это люди, освободившиеся из мест лишения свободы, лечебно-трудовых профилакториев, люди без определенного места жительства. Первый пункт, конечно, накормить человека. То есть, вот вы сейчас видите все своими глазами, каждый день без выходных пища раздается в данный момент по вот этому адресу, 12 часов дня. Второе, помывка этих же людей происходит в так называемой санстанции по улице Веры Хоружия 6, каждый понедельник в 10 утра. Также там есть возможность постричься, помыться, поменять белье, побриться, поменять одежду. Далее обеспечение одеждой и раздача ее, медикаменты в основном просят жаропонижающие и обезболивающие. У Виктора Перфилева есть небольшая жилплощадь и нет судимости, но высокий градус не пощадил мужчину. Родился под Воронежем, в Москве закончил Суворовское, в Севастополе Высшее подплав. Потом 11 календарей на Кольском полуострове, 27 лет вышел на атомной флоте. Ну, уже на гражданке, я в 90-м году 33 года водился, я уже на гражданке пищу заработал, у меня ветеран труда есть. Поэтому, ну, все, сын заочи-то учится, надо помогать. Женка бывшая, тоже ноги больные, тоже надо помогать. Остальное на продукты, на 100 грамм, честно говоря. Он, доктор прописал валерьянку, пустырник, боярышник. Я валерьянку выпил, так за мной котлы строят. Помощь службе оказывают неравнодушные граждане, подключаются и предприятия. Характерный бус, который несколько лет тоже приобрели за пожертвование, видно издалека. Перед трапезой обязательная молитва. Сегодня в меню картошка и салат. Все с пылу и жару. Работу организуют волонтеры. Игорь Дмитрук волонтерит уже почти 10 лет. Он военный пенсионер. За это время составить ему помощь в волонтерской деятельности пытались многие. Но, как отмечает Игорь Павлович, надолго многих не хватает. Работа специфическая и непростая. Так как и здесь нужно уметь общаться с людьми. Мне лично этих людей жалко. Потому что там есть и бывшие главные инженеры и с двумя высшими образованиями. Но, конечно, вина в основном их самих процентов на 60-70. Потому что, да, алкоголь, он не выбирает, ты космонавт или шахтер, или кто, или инженер, или кто. Алкоголь постепенно, да, он прибирает. Ну и плюс жизненные обстоятельства. Есть те, кого полностью устраивает их ритм жизни. Есть те, кто пытается что-то изменить. И пусть не очень много, но есть и истории, когда люди выбираются со дна. Людмила такая была, и фамилию уже не помню, и Николай. Реально жили в люке теплотрассы. Вот на ночь туда залезали, ночью там тепло, трубы. Утром оттуда выбирались и ходили по городу. Ну, в общем, вели асоциальный образ жизни. Мы подыскали им работу в деревне Гута, дракический район. На частной свиноферме они там работали. Заработали уже на свой личный дом. Купили за 500 долларов там по соседству. И уже живут прекрасно. А это уже Минжинского, 28 с ноября 2021 года. Здесь располагается отделение дневного пребывания. Для постояльцев организован отдельный вход. Приют здесь могут найти 12 человек. В отделении три комнаты. Две мужские и одна женская. Есть бытовое оснащение. Душевые, санузлы, стиральная машина, микроволновая печь. Перед тем, как стать постояльцем, обязательное прохождение медицинской комиссии. Помогает и восстановление документов. А также, если есть желание у самого человека, в трудоустройстве. Работа, как отмечают в отделении, то, что помогает социализироваться и подниматься на ноги. Мы каждому человеку помогаем пройти медицинскую комиссию. Там как бы флорограф, кардиограмма, анализы, терапевт. За день проходим эту комиссию. Условия проживания очень-таки демократичные. С 18.20 пришел. И до 8 утра должен покинуть. И все. И тут телевизор. Можно помыться, постираться, покушать, чаю попить. Ну, пообщаться. Многие, я смотрю, практически все читают. Есть и свои правила. Отбой 23.00. И до утра нельзя покидать нашлежку. Есть и запрет на алкоголь и курение. Ругань матом. И несмотря на то, что условия создаются, не все готовы променять свой вольный стиль жизни. Но есть и типичный портрет проживающего. Люди приходят. В основном те, кто потерял или какое-то неустройство в семье, потеря жилплощади, потеря родных, близких. Ну и красной нитью среди проблемной категории проходит это злоупотребление алкоголя. В основном из-за этого к нам и попадают. Ну, бывают случаи, как бы неординарные такие. Например, у женщины сгорел дом. Родственников нет, никого нет. У нас она жила, пока мы ее не пределили. На койку сестринского ухода в одну из участковых больниц Брестского района. Такая неординарная ситуация оказалась и у Татьяны Сухоцкой. Из-за семейного конфликта с мужем женщина в свое время переезжала то в Россию, то в столицу нашей Родины. Когда мужа не стало, решила вернуться в Брест. Но дети ее не приняли. Ни сын, ни дочь, которые проживают на отдельной территории. Сейчас Татьяна Алексеевна пытается восстановить свои имущественные права. Также подрабатывает. За помощью она обратилась в территориальный центр Московского района. Социальные работники подсказали пенсионерке обратиться на Минжинского. Я пришла, меня очень тут прекрасно встретили. Я очень довольна. Люди очень хорошие, отзывчивые. И Сергей Иванович, и Юрий Петрович. И вообще коллектив тут тоже. У каждого своя жизнь, и у каждого свои проблемы. Но все равно человечность свою никто не потерял. Есть старая поговорка о том, что нельзя зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы. И правда, считать себя неуязвимым крайне самонадеяно. Но есть вещи, которые можно постараться предотвратить. А также знать, что и помощь можно найти, если искать ее. Евгения Мороз, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Брест.